Интерференция 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 После первого конфликта переходим непосредственно к самой игре. Наши комментаторы Илья Бурухин и Александр Афанасьев подробнее расскажут нам о практической стороне данной номинации. Вы можете себе представить, что за профессиональную игру в Старкрафт вы получаете более 200 тысяч долларов в год. Прибавьте сюда еще 25 тысяч долларов призовых, плюс оплату проживания, плюс различные дополнительные условия, которые оплачивает для вас спонсор. И эти условия, они не случайны, ведь смотреть на вас приходит более 130 тысяч зрителей, которые отстояли очень большие очереди для приобретения билетов на ваш матч. В такой развитой стране, как Южная Корея, рейтинг киберспортсменов очень высок. Только у одного игрока Slayer Boxer более полумиллиона зарегистрированных официальных болельщиков. А в школах, наряду с оценками по успеваемости, вывешивают также рейтинги игроков Старкрафт. Развитие таких способностей, как реакция и стратегическое мышление, развивается у игроков довольно быстро. Даже был введен специальный показатель АПМ, который отражает количество действий игрока в минуту. У средних игроков он достигает от 90 до 150 действий в минуту, но у профессиональных он достигает и 400. То есть это 7 действий в секунду получается. Конечно, оплотом Старкрафта в Екатеринбурге является команда «Дайфо», которая уже на сцене Старкрафта 5 лет и занимает все престижные места на большинстве чемпионатов. Только в нашей программе вы имеете уникальную возможность наблюдать за поединками известнейших Старкрафтеров, как Екатеринбурга, так и всего Уральского региона. И сегодня за победу сражаются Александр Шахмаев под ником «Дайфо Змей» и Иван Лавренюк, более известный как «Дайфо Миф». Я лишь напоминаю, что победителем станет именно тот, кто выиграет две игры. А комментаторами сегодняшнего матча выступают уже известные вам Илья и Александр. Здравствуйте, меня зовут Шахмаев Александр. В Старкрафте я играю под ником «Дайфо Змей». Сегодня мне предстоит сыграть несколько игр с «Дайфо Мифом». Это мой соклановец. Несмотря на то, что он лучший игрок на Урале, мне придется сегодня его обыграть. Добрый вечер, меня зовут Лавренюк Иван, более известный под ником «Дайфо Миф». Сегодня мне нужно выиграть моего одноклановца «Дайфо Змея». Он знает, что я делаю, и я думаю, что будет не совсем простая игра. Но я уверен в себе. Разумеется, каждый зритель может принять активное участие в нашей программе путем СМС-голосования. Решайте, кто станет победителем, и в течение пяти дней после выхода этой программы отправляйте СМС-сообщение. Все, кто правильно определил победителя, участвуют в розыгрыше замечательного приза от нашей программы – телефона «Сименс С-65». Итак, все на своих местах. Участники готовы. Комментаторы с нетерпением ждут первых событий. И мы начинаем наш первый матч между «Дайфо Змеем» и «Дайфо Мифом». Итак, мы начинаем нашу первую игру. Сейчас у нас играют Александр и Иван. Иван играет за Теранов, это его основная раса. Александр играет за Зеркал. Со мной эту игру комментирует профессиональный игрок Александр. Александр, расскажи, пожалуйста, об особенностях карты Lost Temple и какие стратегии применяют в данном случае как люди, так и зерки. Карта Lost Temple самая популярная в этой игре, потому что она позволяет игрокам максимально зрелищно и полно реализовать возможности данной игры. Достигается путем расположения минералов, открытости и закрытости рельефа и удаленности игроков друг от друга. Что касается борьбы против зерков, против тиранов, то, как правило, на этой карте зерки стараются получить доминирование в экономике против обостановки второй базы сразу в самом начале. Потому что защитить ее в начале наиболее легко, в отличие от древних карт. В то же время, понимая это, Тераны пытаются создать максимально быструю и острую атаку, чтобы не дать получить экономическое преимущество путем свободной добычи минералов. Понятно. То есть, если я правильно понял, Теран буквально с первых же секунд старается прессинговать. Если видит, что зерк строит дополнительную базу и тем самым максимально старается затруднить строительство и развитие экономики у зерка. Да, удаленность друг от друга соперников не дает начать с самого начала отравления друг на друга. Но в то же время, как только Теран видит какие-то планы зерка на расположение базы дополнительной, он бросает практически все ресурсы. И порой даже упирается в ранние атаки, на которые все поставлено на кон. Да, то есть рискуют игроки в данном случае. И вот мы видим, что уже зерк у нас строит дополнительную базу Александр. И интересно, так, вот у нас оверлорды летят на разведку. Здесь применен интересный трюк, видимо, для того, чтобы сбить Терана. То есть земля на рабочей зерке закрыл проход на 12 часов. Но этот трюк не удался, так как рабочий Терана уже разведал данную локацию. Так, что мы сейчас видим. Теран у нас идет стандартное развитие, барак. Тут уже построены два сплай-депот. Они необходимы для того, чтобы была возможность строить как рабочих, так и боевых юнитов. Построено у нас здание для добычи газа. У зерка на базе настраивается пул. Это здание, которое необходимо также для появления первых боевых юнитов зерлингов, которые очень эффективно справляются в ближнем бою с пехотой Терана. На самом деле, как мы тут видим, у нас всего лишь один барак. И миф тщательно скрывает то, что он не собирается производить пехоты в массовом порядке. Все не дает это увидеть. А сам, заранее поставив газ, вот закрыт, пошел высокотехнологические юниты, поставив завод. Причем сделать это не на базе, а под базой соперника. Ну, надо нашим трезитерам, наверное, сказать, что вот этот вот барак, он мало того, что производит более высокотехнологичные юниты, но так же, как и многие строения, если не почти все строения Теранов, может подниматься в воздух и преодолевать некоторые расстояния. Я так понимаю, что в данном случае Иван хочет удивить своей необычной стратегией Александра, тем, что, видимо, он поднимет здание и перелетит на базу, основную базу зерга. Вот через это, скажем так, препятствие юниты Терана не могут простым способом, скажем так, им преодолеть, им пришлось бы обходить вот посюда и так. Ну, а здесь, соответственно, имеются защитные сооружения, в данном случае Санкин, которые очень успешно расправляются с пехотой Терана. Вообще, насколько часто такие нестандартные стратегии применяются в играх профессионалов, а может быть и не только профессионалов. И, как мы видим, это сейчас может очень сильно удивить Александра и может причинить большой вред экономике. Ты знаешь, Илья, на самом деле, чем выше уровень игроков, тем они стремятся в большей степени рисковать и идти в очень обостренные комбинации. Тут риск большой тем, что если завод будет обнаружен раньше времени, это он будет потерян и, по сути, это упущенные возможности. И в то же время очень хорошее начало, что этот завод может без особых потерь улететь обратно, на самом деле. Отлично. Вот мы сейчас видим, что построились уже две агультурки. Это атакующий юнит, который, ну, наверное, один из самых эффективных в игре, которые можно использовать против рабочих противника. Он буквально с двух попаданий убивает рабочих как Зерго, так и Протоса. И сейчас я так думаю, что... А, вот отлично, отлично. Мы видим, что построились три агультурки. Они сейчас атакуют основную базу Зерго. Вот, и мы видим первые потери на базе Зерго. Отлично. Просто на глазах теряются рабочие Зерго. Задать Зерго — спасти, как можно больше, рабочих. Потому что это основа экономики, которая очень сложно восстанавливается. Да, вот мы видим, что уже порядка, наверное, пяти рабочих было уничтожено. Но также надо сказать, что эти агультурки очень успешно. Вот сейчас мы видим, расправляются с зерлингами. Отлично. А он у нас, Иван, оригинально вообще сделал. Он заехал за минералы. И в данном случае атакующие сооружения Зерго, они не могут атаковать. Да, оборона без агультуры. Я так понимаю, что сейчас шансы у Александра очень малы. Вот чтобы в данном случае ты мог посоветовать ему, вообще есть какой-то шанс в данном случае выровнять игру или уже все потеряно для него? Все будет зависеть от того, что смогут сделать воздушные лимиты, которые сейчас будут производиться с окончанием этого здания. И, ну, на самом деле, тут даже их заказано ровно на все деньги и на все производственные возможности. Но я думаю, пока он будет отбивать мотоциклы, которые сейчас стоят за рабами, он уже не сможет ничего сделать. Я думаю, байкеры в данном случае порулили всех. Да, и мы видим, что сейчас из последних сил, наверное, Александр будет пытаться вот этими тремя, двумя, да, воздушными? Нет, должно быть третьим, на самом деле. Ну, там еще уйдем три здесь и четвертая здесь. Четыре анатолийскими – это воздушные лимиты Зерго. Так. Ну, я так понимаю, что вот у нас идет сейчас пехота на дополнительную базу Зерго. И, я так понимаю, сейчас они поставят точку в данной игре. Хотя, конечно, наверняка мы этого знать не можем. Вот он сейчас сделал просветку на дополнительной базе Зерго. Увидел, что три санки на четвертый сейчас достраивается. Я так понимаю, Иван сейчас не рискует. Он, видимо, приложит силы для обороны своей основной базы. Вообще, насколько было с данным причем, Александр оправданно в том, что он не стал атаковать эти, скажем так, защитные сооружения Зерго, а пошел в оборону. Дело в том, что в самом начале игры были вложены очень большие средства в оборону. И она сохраняется в силу, поскольку она в очень небольшом количестве выставлена. То есть вот этот набег с тыла, он принес очень большие плоды. И сейчас Зерго только привезет, потому что мобильность высокая у авиации. И можно наносить урозных во всех возможных точках. Да, вот мы видим сейчас, что Зерго, Александр, у нас теряет два муталиска из пяти. Один у нас совсем уже при смерти, можно сказать, приказал долго жить. Так, у нас... Ну и вот сейчас, я так понимаю, что все, 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 игра, видимо, проиграно. Никаких юнитов атакующих у нас у Зерго сейчас в наличии нет. Все, скажем так, его силы сейчас сосредоточены на собирании ресурсов, на собирании минералов. Вот у нас мы видим, что на основной базе построился Гидролизм Ден. Это сооружение для построения достаточно эффективных юнитов против Терана. Это люркеры, которые, в свою очередь, появляются из Гидролизм. И вот мы видим, что в центре карты Иван у нас, скажем так, осел в фекторе, осадил, можно так сказать. Причем, заметили, что какой продуманный план у Мико Терана. В том смысле, что он успел произвести диверсию, и потом еще тут же улететь и начать произвести танки, которые, считаем, созданы для того, чтобы бороться с подземными жуками. Это, скажем, последним шансом Зерго хоть как-то исправить игру. Ну, я так понимаю, что он очень ловко сейчас сможет расправиться с Санкеной, которые являются оборонительными сооружениями. Как для прохода на основную базу, так и они защищают дополнительную базу Зерго. Я думаю, что сейчас буквально при построении второго танка мы сможем увидеть, как Александр сдастся. Да, вот мы видим, что сейчас атакуются первые Санкен. Итак, пехота у нас нападает на дополнительную базу Зерго, учиняет тут полный беспредел. Она понимает, что тут темные жуки на подходе и просто надо порсировать события. Да, я думаю, что Иван прекрасно понимает. Он чувствует очень хорошо время, так как он профессиональный игрок. Да, вот мы видим, что отлично расправляется с защитными сооружениями. В Зерго появляются первые Клюркеры, подземные жуки. И сейчас они атакуют пехоту. Если у пехота не ступила в бой сразу, по чью приближение жуков, то сейчас два защитные сражения не были добиты одним ботанком. Отлично. Мы сейчас видим, что в принципе, в принципе, скажем так, Клюркеры сдерживают нападение Терана. Но я думаю, что на самом деле это не поможет, потому что вот мы видим дополнительно подходит пехота. И очень отлично за счет микроменеджмента она сейчас Иван будет расправляться с Клюркером. Александр Зерк, на самом деле, пользуясь самой главной силой, подделанной в бой, тем, что они невидимы, когда находятся в захопном состоянии. И даже если сколько-то их будет уничтожено, с временем в сканер, то оставшиеся все равно не пододвинутели фронты подальше от своей базы. Да, но надо сказать, что они очень эффективны против пехоты Терана. То есть буквально с одного, так сказать, своего залпа или удара с шипами подземными, они могут даже до 10, наверное, от пехотинцев Терана убить. Мы сейчас видим, что опять использована просветка. Здесь приходится отступать, потому что мы видим, что три Клюркера окопались поблизи дополнительной базы зеркал. Так, давайте посмотрим буквально на минутку, что происходит у нас на базе Терана. Он построил дополнительное сооружение для добычи минералов, дополнительную базу. У нас здесь, кроме минералов, также добывается газ. Мы видим, что построено три барака. Настраивается четвертый. Вот, наверное, надо поподробнее рассказать, хотя бы вкратце, потому что игра у нас сблизится к завершению. А вот что это за юнит, который сейчас появился из Старпорта? Это у нас сайенс весель. Расскажи, пожалуйста, немножко о нем, Александр. Это научное судно, которое является носителем всевозможных возможностей, в том числе магических, техногенных, которые дают весьма широкие возможности. По сути, сейчас зерк, находясь в критической ситуации, отодвинулся в гибель только путем, тем путем, что невидимые жуки не могут быть обнаружены войсками терна. Да, вот мы сейчас видим, что у нас научное судно приблизилось к базе зерга, и уже наверняка никто не сможет ему помочь, потому что сейчас мы видим, что нет. Да, вот мы видим, что Александр у нас дается, отличная игра, отлично игру показали ребята. Я думаю, порадовали как нас, так и зрителей. Спасибо. Вот и определился победитель нашей первой игры. Им стал Die for Me. И, судя по итогам голосования, для большинства зрителей это не явилось чем-то неожиданным. Давайте узнаем у игроков их первые впечатления. В первой игре я начал очень агрессивно, и практически сразу был уверен, что выиграю. Но игра немного затянулась, и меня начали мучить сомнения небольшие. Но в итоге все закончилось положительно. Что касается Die for Zmeya, то он не выглядит сильно расстроенным. Скорее напоминает затаившегося стратега, который готовится к контратаке. Ему и слово. Несмотря на то, что я проиграл первую игру, из-за особенностей карты и моей небольшой невнимательности, Миф показал отличный класс игры. Но во второй игре карта будет больше предполагать для моей расы, и поэтому я думаю, выиграю эту игру. Пока мы ожидаем начало второй игры, я предлагаю зрителям немного отвлечься и погрузиться в мир новостей. Тем более, что сейчас мы увидим ожидаемые новинки Голливуда. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все это вы обязательно увидите, причем в не столь отдаленном будущем. А сейчас я предлагаю вам продолжить наблюдать за непредсказуемым поединком в мире игры StarCraft Brood War. Итак, мы начинаем нашу игру между Иваном и Александром. Иван у нас играет в этот раз за Протосов. Это его не основная раса. Будет очень интересно посмотреть, может какие-то оригинальные ходы он сможет применить в игре за Протосов. Для того, чтобы компенсировать как-то отсутствие большого опыта игры за эту расу, так как основная раса все-таки это Терани. Ну и Александр у нас играет, как обычно, за Зергов. Карта в данном случае у нас ностальгия. Видимо, игроки решили маленько поностальгировать. Александр, расскажи, пожалуйста, насколько часто эта карта используется, скажем так, в профессиональном спорте? Насколько она сбалансирована между Протосами и Зергов? На самом деле у профессиональных игроков очень в пользу популярность тот принцип, чтобы играть на картах других в принципе, что это отличает игроков-любителей, то есть не запрограммируясь на какой-то алгоритм изначально. Поэтому этих два игрока разыгрывают эту карту вне зависимости от того, популярна она или нет. Даже это добавляет им дополнительный интерес. Что касается рас, то вот, например, выбор Иваном, Протосом, такой расы, который сейчас играет, на самом деле разные причины может иметь. Во-первых, он вводит в неизвестность соперника, который не готов просто к такому ходу. В том плане, что он настраивался на его струклирующий рас, на Терана. А тут он даже не может писать, что будет делать Иван. И плюс к тому, может быть привязка к конкретной карте, в виде стратегии, которая может принести успех. То есть я так понимаю, что наверняка у нас Александр подготовился к игре на данной карте против Теранов. И изучил наверняка все возможные ходы Теранов на данной карте. И, скажем так, та подготовка, которую он произвел в игре против Теранов, она, скажем так, не будет столь эффективной, так как противник его сейчас играет за Протосом. Да, конечно, Александр будет в большей степени импровизацией сейчас заниматься. Он будет искать какого-то неординарного хода, потому что четкого предположения сейчас у меня нет. А, ну вот мы видим, что сейчас у нас Иван применил, ну скажем так, достаточно часто встречающиеся в Корее сейчас тактику, но достаточно редко встречающиеся в Европе. И когда игрок первым делом строит не Барак, а Фордж, это у нас сооружение, которое позволяет строить оборонительные пушки, скажем так, и строит дополнительную базу, сразу же идет строительство дополнительной базы. Вот это как раз, наверное, тот случай, когда игрок применяет нестандартную стратегию, и, возможно, как раз Александр сейчас к этому не готов. Как ты считаешь? На самом деле, очень хитрая стратегия в том плане, что устанавливая здание для оборонных сооружений, он делает вилку сопернику. Он одновременно может в любой момент защитить себя, вторую базу, и в то же время угрожает сделать то же самое на второй базе соперника. Отлично. А мы сейчас видим также нестандартный ход со стороны Александра. Ну, это просто что-то сумасшедшее. Я такое крайне редко, если я никогда вообще не видел, чтобы зерк строил на основной базе пропаса в Хачере. То есть это сооружение, скажем так, база, которая также позволяет строить боевых юнитов. Я так понимаю, что это сделано не случайно, так как он, скажем так, боевые юниты Александра не могут прорваться через защитное сооружение Ивана, в данном случае через его дополнительную базу на основную, то он, виноват, будет строить на основной базе пропаса боевых юнитов и тем самым атаковать рабочих и базу, основную базу пропаса. Обрати внимание, сейчас возможен будет как раз тот непреставутый прорыв сквозь защитное сооружение. Ага, да, да, мы видим вот зерлингов, которые сейчас как раз атакуют или пытаются пробежать. Да, вот сейчас мы видим, пробегают, пробегают несколько зерлингов сквозь защитное сооружение пропаса и попадают на основную базу. И также здесь уже достроились у нас зерлинги и атакуют Мексус. Но что самое интересное, что сейчас на основной базе зерга у нас достроились два гейтвея, пока мы с тобой здесь общались, здесь уже построились два гейтвея, два барака. Зеркальная ситуация. Да, зеркальная ситуация, из которых строятся также боевые юниты. Но что еще более интересно, на основной базе, за минералами, за рабочими, у нас сейчас построились два пилона и, видимо, будет строиться Афатонка. Да, это очень интересный трюк, когда пулька защищает на двухсторонных. Но игроки просто пошли в обанк очень листонной стратегии. И мы увидим, что сейчас зерлинги у нас сносят буквально базу, основную базу протоса. Вот они сейчас разделались просто в пух и брак с рабочими и уничтожают Нексус. И, по сути дела, у Ивана сейчас только дополнительная база, которая оборонена фатонками. Оборонительная база, который занимается практически тем же самым. Да, отлично, отлично. У нас на дополнительной базе устраивает беспредел сейчас Иван. Он уничтожает у нас дополнительный фатон. Александр решил возвратиться полностью всем бойцом. Ну вот у нас сейчас мы увидим, что зерлинги атакуют зиотов. И у зиотов, на самом деле, нет шансов при таком количестве зиотов и зиотов. Какой бы шанс, если бы не отбежали за более узкий фатон? А, отлично. Интересно, у нас сейчас на базе протоса уничтожено защитное сооружение. Ну и, по сути дела, игра Иваном проиграна. Оба игрока отлично просто сыграли, показали очень красивую игру. Я думаю, порадовали нас и телезрителей. Применили очень рискованные стратегии, видимо, в пользу все-таки зрелищности. Ну и Иван у нас все-таки проиграл. Так как, я думаю, что прежде всего, потому что он играл в своей не основной расе. Вот иван у нас выходит из игры. Отличная игра, спасибо. Итак, победителем второй игры объявляется Dive for Zmay, который, несмотря на поражение в первой игре, сумел вовремя перехватить инициативу в начале второго раунда и сравняет шансы на победу. Что ж, теперь остается заключительный третий раунд, который и выявит окончательного победителя. А пока предлагаю посмотреть новости из мира современных развлечений и компьютерных игр. Субтитры подогнал «Симон»! 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 которые мы видели. На что это сказывается? Ну, в основном на то, что такие технологии, как воздушные, они используются в меньшей степени. То есть здесь делается упор на наземные войска. Они тут приобретают очень большую силу, потому что открытое пространство и достаточно близкая расположенность соперников. Ну, нам еще нельзя нам рассказать, что они совсем уж близко расположены. Но можно сказать, что да, игроки все-таки настроены на победу. Они, я так сомневаюсь, что они в этой игре будут рисковать, потому что счет у нас сейчас по играм 1-1. И игроки будут стараться играть, наверное, стабильно. Игра у нас получится не такая скоротечная, как предыдущие две, особенно вторая. Я думаю, что мы сможем увидеть многие прелести Старкрафта. Массовые поединки больших групп юнитов. Просто, наверное, ледовое побольше какое-нибудь сейчас у нас устроят игроки. Так, и мы увидим, что Зерк у нас уже строит дополнительную базу. Так, что у нас делает Теран? Теран у нас строит один-второй барак. То есть все развивается весьма классически. Вообще, насколько часто и вообще, насколько это возможно, Александр, чтобы на этой карте и при таких расположениях игроков, насколько возможен раш, что ли, или с другой стороны. Раш, я скажу, для наших телезрителей и наших зрителей в студии, это когда игроки, скажем так, с быстрым производством атакующих юнитов тут же идут в атаку, рискуя, скажем так, рискуя проиграть игру, но также есть большие шансы ее выиграть. Насколько реально в данном случае выявление надо? Здесь Илья, на самом деле, не меньше шансов вначале сделать атакующую удачную атаку на вторую базу Зерга, чем на том же Ластемпли, который мы увидели. Но, как ты сказал правильно, игра решающая. Рисковать навряд ли будет Иван, потому что неудачная эта ранняя атака, она, как правило, отдает преимущество тому, кто отбился. Мы видим, что сейчас пехота идет и направляется прямо в сторону оверлорда. Сейчас они атакуют оверлорда. Это очень, я думаю, здорово сейчас напрягает. Александра, потому что, по сути дела, он уже потерял оверлорда, который необходим для производства юнитов, как рабочих, так и боевых. Да, Александр теряет оверлорда, это немножко подкашивает его экономику. Очень удачный ход, надо сказать, со стороны Терана. И вот мы видим, что Иван у нас строит дополнительную базу. Вообще, насколько часто практикуется при игре против Зерга, строит сразу же дополнительную базу. Но я бы не сказал, что это очень часто происходит в играх подобного рода. На самом деле, очень рискованно, потому что Зерг очень быстро переключается на контратаку после постановки своей второй базы. Это связано с тем, что у него на начальной стадии больше возможностей по производству. То есть у него совмещены базы добывающие с производительными бараками. В то же время, как Теран, он после постановки второй базы очень долгое время будет ограничивать технологию. И в массовом производстве юнитов. Но здесь Иван, скорее всего, делает ставку на свое мастерство, именно искусство управления юнитами самого первого уровня, то есть моряками с автоматами. Понятно, то есть это на профессиональном языке, так понимаю, называется микроменеджмент, то есть управление, умение управлять юнитами наиболее эффективно для атаки. То есть ключ этой стратегии в том, что он будет тянуть время. При появлении высокого уровня юнитов у Зерга, он будет тянуть время с помощью вот этих простых юнитов. Отлично. Ну, я так понимаю, все-таки мы увидим сегодня массовое побоище. Наконец, много крови и так далее на экране. Что, я думаю, может порадовать наших телезрителей и зрителей студии. Мы видим, что построено оборонительное сооружение на базе Терана. На входе, на основную базу, и также она прикрывает у нас дополнительную базу. Итак, Зерга у нас построил, скажем так, гидролизд ДМ. Это здание для производства гидролиздов, скажем так, плюющихся юнитов у Зерга, из которых мутируются люркеры. Это, как ты говоришь, подземные жуки, которые могут очень удачно атаковать пехоту. И как ты предположил в начале игры, Александр, оба игрока идут именно в наземных юнитов. Мы сейчас видим, что у нас появляются первые гидролиздки, из которых потом будут появляться юниты. Обрати внимание, Илья, на такой очень психологический момент. Зерга ставит совершенно незащищенную третью базу, я бы сказал, необоснованно. Если в стандартной партии, ничто ее не спасет от уничтожения, как только ее заметит Теран. Но Александр не то, что почувствовал, он отчасти увидел и отчасти прочувствовал ситуацию, что Теран сейчас будет играть пассивно, потому что он сам хочет подобывать минералов. И просто ставит в чистом поле. Надеюсь на то, что сейчас не до этого будет. Да, видимо, просто понадеялся на то, что будет атаки на дополнительную базу. И в этом случае он сможет, не утруждая себя, не уделяя время обороне, производству оборонительных сооружений, защитить эту базу. Ведь мы видим, что пехотинцы уже направляются в сторону дополнительной базы Зерга. И возможно, увидим первое столкновение сегодня. Так, у нас на базе Зерга сейчас разведывается. Обрати внимание, Лера, производится транспорт на карте, который в принципе очень открытый. Это говорит о том, что Зерга наверняка планирует массовые диверсионные десанты в тыл врага. Наверное, может быть отчасти, чтобы порадовать нас, а возможно, чтобы подоровать экономику Теран. Отлично, отлично. Вот мы сейчас видим, что пехота, пехота Терана, атакует уже слабо защищенную, я бы так сказал, базу Зерга. Отлично расправляются двумя верками, они даже не успели сделать никаких залпов. И сейчас Зерга наверно в растерии, база незащищенная. И приходится сматывать удочки, убегать рабочими куда-нибудь в дальнее поле, чтобы спрятаться от атаки. Ну а пехота тем временем не стала атаковать незащищенную базу Зерга. Мне непонятно в данном случае, чем руководствуется Иван, что он не стал атаковать. Потому что на данной стадии очень самый опасный момент, когда нет ничего против Терана, против подземных дуков. Они могут просто пробежать на базу незащищенную, поэтому он бросился стрелять их. А, то есть предполагая то, что при атаке на незащищенную базу Зерга мог просто атаковать. Наверняка это сделает. Да, но вот мы видим, что атаки происходят, как у нас сейчас флюркеры, да, флюркеры бегут у нас на дополнительную базу Терана. Сейчас они окопаются для того, чтобы, надо сказать, что они могут атаковать только в окопанном состоянии. Отлично, отлично, у нас двое моряков впали в смертью храбрых. Они задержали время. Да, оттянули конец. В принципе, вот Иван уже готов к отражению атаки. Отлично. Ну и Александр время не терял. Александр время не терял, он защитил свою дополнительную базу, построил два санки на обратительное сооружение и окопался одним люркером. Я думаю, что сейчас достаточно много необходимо будет пехоты для того, чтобы причинить какой-то урон дополнительной базе Зерга. Ну вот мы видим, что Иван даже не рискует идти сюда, потому что уже даже два люркера. И два санки, но это достаточно не имеет смысла уже размениваться. Размениваться точно нет смысла. Очень мало шансов, хоть Иван и отличный микроменеджмент, отличное управление юнитами, но как мы уже и говорили заранее, игроки сейчас рисковать не будут, так как это финальная игра решающая. Так, что у нас есть на базе Зерга? Мы видим, что Зерга Evolution Chamber построился. Честно говоря, мне непонятно, зачем, Александр. Я думаю, что Эволюшн делается для того, чтобы развивать ранний апгрейд. Это, конечно же, не даст преимущества по апгрейдам, потому что это всего лишь одно здание для производства апгрейдов. Но это с минимальными сдержками позволит поддерживать уровень апгрейдов. Обратите внимание, сейчас Зерга готовит все-таки массовую диверсию. Да, 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 вот мы видим, два оверлорда сюда направляются. А, и на основной базе мы видим скопление оверлордов, и уже в них загружены люркеры, и они направляются на дополнительную базу терра. Отлично, диверсия с двух сторон будет. Очень, на самом деле, сложная операция. Так, 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 так. Ага, отлично, люркеры выкопались. Они направляются к проходу и убивают несколько моряков. Отлично, отлично. Вот этим он отвлек, и сейчас происходит у нас интересный друк на дополнительное сооружение террано. Отлично. Главное, что любить, как можно будет... Как косой сейчас, наверное, выкопываящик. Да, как косой будет сейчас косить рабочих. Ну, Иван, заметили реакцию Ивана. Да, реакция отлично, отлично. Он подводит танки, которые очень, видимо, успешно будут обороняться, атаковать люркеров. А как, вот, люркеры у нас атакуют? Отстанки неуспешно. Ну, надо сказать, с наименьшими, скажем так, потерями Иван смог справиться с таким очень психологически важным дропом со стороны Зерка для подрыва экономики. И я считаю, что он достаточно сильно напряг, чем с Ивана. Здесь любая секундная задержка могла стоить практически всей экономики. Ну, то есть, практически мог половину рабочих Иван растерять, хотя у него на основной базе, как мы видим, сейчас рабочих намного больше, чем на дополнительных. Но при этом, если, надо сказать нашим зрителям, если бы вот такое количество рабочих бы Зерк сейчас уничтожил, то можно с большой уверенностью сказать, что это дало бы ему дополнительные шансы на победу, что экономика была бы, естественно, подорвана и шансов было бы у Зерка много больше. Так, что у нас происходит на дополнительной базе Зерка? Мы видим, что построился Квин Нест. Это сооружение, которое позволяет развиваться Зерку дальше, уходить в более технологичный юнит. Вот мы сейчас видим апгрейд уже третьей основной базы Зерка. Для чего это может служить, Александр? Какие возможности это дает? Это Илья самый технологический юнит в игре, который обладает уникальными способностями, по сути. Александр, я тебя перебил, мы сейчас видим, что оверлорд Зерка с двумя люркерами летит на дополнительную базу Терана. И сейчас будет высадка десанта. Отлично. Люркеры у нас окапываются, атакуют рабочих. Просто отличная реакция. Сумасшедшая реакция Ивана. Он все-таки убивает трех пехотинцев, но при этом ни одного рабочего Иван не потерял. И интересный кот со стороны Александра, он все-таки спасает одного люркера. Да, рядовой Райан успел выжить. Отлично. Так, что у нас все-таки будет делать Зерк? Вот мы видим, что он строит ультралиск каверн. Это такие юниты, которых очень сложно убить пехотинцами. Они просто как танк в нападении у Зерка. Очень много жизней у них. Опять, опять, опять дробь на дополнительную базу Терана. Не очень удачный. Обрати внимание, Илья, что Александр, по идее, мог бы гораздо больше рон наносить, если бы он десантировал подземных жуков не с краю, а старался как можно дальше закинуть, чтобы рабочие эвакуировали через жуков. Но это, видимо, придет когда-нибудь с опытом, еще с большим опытом. Хотя игроки, как мы знаем, очень опытные. Итак, вот мы видим, что научные судна сейчас с помощью развитых навыков или технологий, они расправляются отлично у нас с подземными жуками. Это называется игродией. Он полностью уничтожает все живое. Это как чума, я бы сказал, понаучная, которая можно напустить на живых существ, которые умирают в считанные секунды. И вот мы видим первые атаки со стороны зерга. Вот сейчас в центре карты у нас происходит у нас движение. Вот мы видим у нас один ультралист. Ну, а он в поле не воин. Видимо, сейчас его быстро покромсают в капусту. Так, отлично. Три люркера. Вот мы видим опять судно, научное судно Терана. На самом деле ультралист – это самая главная угроза для зерга и научных судна, потому что они без дополнительного затраска на месяц добавляют мистерон. Отлично. Вот мы видим сейчас, что просто супер-супер-отличное микро у нас показывает Иван. Он без особых потерь расправляется с юнитами зерга. И это наводит на мысли о скором окончании игры. Да, я бы сказал, что это одна из самых... Отлично. У нас сейчас на 9 часах происходит снова дром. Отлично. Иван применил опять же иродиейт. Там их ждали. Он уже ждет, да. Он всегда готов. Молодец. Так. Александр, напорный товарищ. Сейчас будет штурм. Самое главное – это было отлично. Вот у нас сейчас на базе, которая находится на 5 часах. На самом деле ключевая, потому что она позже всех запустилась. У тебя больше всего минералов. И больше возможностей для добычи ресурсов сейчас. Вот мы видим, что 4 танка сейчас будут атаковать защитное сооружение. И, видимо, все-таки зерга... А, отлично. У нас зерга атакует сейчас основную базу. Контр-атака. Контр-атака. Потому что юниты Терана, надо объяснить, что они сейчас основные силы отведены на атаку дополнительной базой зерга. И зерга воспользуетесь, скажем так, пробелом в обороне Терана сейчас идет в атаку. Не знаю, почему он ожидает. Ну, все-таки, наверное, силы в данном случае более или менее равны. Концентрироваться, наверное, решил. Да. Он, видимо, собрать все в одну кучу. Так, что мы видим? У нас несколько суден научных сейчас находятся на дополнительной базе. А, отлично. Зерга атакует на основную базу Терана. Вот мы видим, как ультралисты самые сильные юниты. Зерга сейчас отлично расправляются как с танками, так и с пехотой, защитными сооружениями Терана. И я думаю, что это может явиться в мешающем этой игре. Отлично, отлично. Я думаю, сейчас Александр сможет поддерживать постоянное производство. Вот эти как-то дешевые шоу. Если кинуть собачек, то он сможет просто задавить. Отлично. Вот сейчас мы видим, как ультралиск, ультралиск и несколько собак, они расправляются в кухи-фрак просто рабочими. Терана тем временем времени не терял, он построил еще на дополнительную базу на 12 часах. Вот сейчас у нас три ультралиска, двое из них под Ирадиейтом. Атакуют основную базу Терана, но, видимо, уже не принесут никаких особых результатов. И отличный дроп был, опять же, на 10 часов на дополнительную базу Терана. Мы видим, что просто отлично подорвал экономику сейчас Александр Иванов. В центре карты у нас бегут собаки, медички. Так, ну, видимо, игроки решили взять небольшую паузу для воспроизводства боевых юнитов. Тут я очень, Иван, применил очень серьезный стратегический прием. Это уход с базы всей армии для того, чтобы... Для того, чтобы? Для того, чтобы провести решающую битву и в то же время успеть за определенное время вернуться обратно, чтобы, грубо говоря, убить двух зайцев. Но он, походу, что дело все-таки убил двух. Да, просто даже больше, но собаку он перестрелял поболее. И вот мы сейчас видим, как ультралиски атакуют, атакуют, а идут в атаку. Но я так понимаю, что это будет не очень эффективно. Мы видим, что достаточно большое количество приход, и у нее апгрейли сейчас на атаку 3. И на оборону 2. Мы видим, что капусту просто стирает ультралисков пехота, что нечасто можно встретить. Видимо, за счет апгрейдов все-таки, да, Александр, это происходит? Или за счет чего? Я думаю, просто Терран наголово переезжает в технологическом плане. У него слишком много научных суден, которые отравляют зергов быстрее, чем у них. Отлично, все, зеркал у нас Александр сдается. Видимо, понял, что конец его близок. Отличная игра. Мы можем поздравить Ивана с победой. На нашем первой. Снова поздравить, Рената, да. Отличная победа, отличная игра. Мы увидели отличный микроменеджмент. Я думаю, что в последующем мы еще увидим столь зрелищные игры Ивана. Поаплодируем. Да, уже бесспорный, прямо-таки научный факт. Победителем сегодняшнего матча стал Die for Mif. Даже представить себе не могу, сколько раз нужно воспользоваться клавиатурой и мышью для того, чтобы реализовать свои замыслы в игровой вселенной Старкрафта. Поэтому слово непосредственным участникам. Сегодня я проиграл Мефодию, потому что у него был уровень игры действительно выше, чем мой. Ну и еще сказалось, конечно, то, что мы играли на картах, которые больше подходят как раз для игры тиранами. А Мефодия играет только тиранами. Шотик заставил меня понервничать, причем довольно серьезно понервничать в последней игре. Я до конца не был уверен, что выиграю. Но в итоге все сложилось хорошо. И я счастлив, я выиграл. Я же спешу поздравить участников СМС-голосования, которые правильно определили исход сегодняшней игры. И по жеребьевке приз от нашей программы сегодня получает Максим Зубов. Максим, не отходи далеко от телевизора. Я с тобой скоро свяжусь и объясню, где и когда ты сможешь стать обладателем замечательного телефона Сименс С-65. Казалось бы, мне можно ставить точку, а вам выключать телеприемники. Но я предлагаю вам задержаться с нами еще на несколько минут. И узнать, кто же станет участниками нашей следующей игры. Также вас ждет блок новостей из мира высоких технологий. Меня зовут Андрей Тиссен. Я живу в городе Екатеринбург. Играю в Старкрафт уже больше двух лет. Регулярно выступаю в высшей лиге Екатеринбурга. Регулярно там что-то занимаю. Я буду играть со своим соклановцем ФД Демон. Я думаю, он хороший соклановец. Мы с ним часто играем за другом. Я знаю его стиль игры. Он знает мой стиль игры. Но я думаю, я что-нибудь придумаю, чтобы его выиграть. Меня зовут Борис Дмитрий. Я играю в Старкрафт уже три года под ником ФД Демон. Сюда я приехал в городе Екатеринбург из города Патьях. Там я занимаю первое место. Здесь я тренируюсь в компьютерном клубе Омут. Мне предстоит встретиться с своим соклановцем ФД Фуртигом. Он очень серьезный соперник. И я думаю, мне удастся у него выиграть, если я придумаю что-нибудь очень стоящее. Уже сейчас начинайте голосовать за ваших кандидатов путем СМС-голосования. Все сообщения принимаются в течение пяти дней после выхода нашей программы. А сейчас новости из мира высоких технологий.